У краснодарских полицейских появилась новая полоса препятствий. Здесь они будут тренироваться искать мины, наркотики и отрабатывать атаки на вооруженных преступников. При этом сами стражи порядка почти безоружны. В их арсенале острый нюх, зоркий глаз и нечеловеческая скорость реакции. Анастасия Дешина понаблюдала за тренировкой и познакомилась поближе с четвероногими силовиками. Знакомьтесь, это Мэгги, немецкая овчарка. От остальных представительниц породы ее отличает один факт. Она служит в полиции. Вот уже пять лет Мэгги вместе с Людмилой Белоглазовой защищает наш город от попыток что-нибудь взорвать. Моя, моя, да. Моя уличка, молодец. В послужном списке Людмилы и Мэгги тестовые соревнования в Сочи, а после – Олимпийские игры. Они обследовали спортивные объекты и Олимпийскую деревню, дежурили в городе и проверяли вещи гостей. Эти краснодарские полицейские были в числе тех, кто обеспечивал порядок в столице зимних игр. Еще щенком Мэгги показала, что совсем не боится хлопков, взрывов и выстрелов. Так что специализацию кинологам для нее долго искать не пришлось. По характеру это холерик. Она очень активная, энергичная, безумная портировщица, очень любит мячики, шарики лопать любит. Периодически, конечно, покупаем, лопаем, прыгаем, бегаем. Прыгать и бегать приходится не только собакам. Команды составляют исходя из характера четвероногого полицейского и его коллеги-человека. Самый короткий курс – три месяца. Самое сложное – научить собаку вести след. Но и с этой премудростью краснодарские кинологи справляются на отлично. Продолжается обучение на протяжении всей собачьей службы. Вот так, два раза в неделю. Вообще, на страже правопорядка в Краснодаре стоит 45 собак. В основном это овчарки и лабрадоры. Через 10 лет они выходят на пенсию. Конечно, нагрузка большая идет на животное. Объемы большие, нагрузки большие. Ну, в какой-то степени накладывают. Но, опять-таки, они постоянно хотят. Даже вот она старенькая собачка, немощная. Она с удовольствием пытается на тот же самый бум залезть, мячик поискать, закладку найти. То есть рефлекс уже выработан. На протяжении многих лет он подкреплялся. Ежегодно собаки проходят переаттестацию. У каждой своя программа. Для Мэгги, например, это 4 упражнения. Сумка, машина, минное поле и помещение. Кинологи делают 7 закладок. На поиске у собаки есть 15 минут. Это имитатор запаха тротила. С его помощью обучают животных. Сейчас собака не видит, что я делаю, а я вроде бы как закладываю бомбу. Нашей героине же предстоит ее найти. Посмотрим, сколько у нее на это уйдет времени. Мэгги с заданием справилась. Условную бомбу в сумке обнаружила. Вообще, для четвероногих полицейских это похоже на игру. На тренировках они ищут не настоящие вещества, а только мешочки с запахами. А в награду за находку могут поиграть с любимым мячиком. А вот задерживать преступников учатся всерьез. Стой, пускай собаку! Анастасия Дешина, Евгений Гирник и Юрий Клочинов. Телекомпания «Краснодар».